Рад всех приветствовать, дорогие друзья! Сегодня у нас тема ролика Эпоха Ренессанса ВИЭЙЧЭС Я так назову эту эпоху Я её наблюдаю уже достаточно давно И тоже давно хочу уже в неё влиться В эту эпоху Ренессанса Потому что, скажем так, скажем так Это чертовски интересная тема Которую я очень люблю С детства И, конечно же, я вот, вы знаете, ВИЭЙЧЭС Ну, дело было, что я и охладевал к этим кассеткам Но пришёл к мысли, что сейчас в этом что-то есть своё Каждый смотрит по-разному ВИЭЙЧЭС Ну, вот кто возвращается Кто возвращается к этим кассетам Там мой друг, например, Дэн с канала My Retro Days Он тоже увлекается кассетой У него на канале сейчас есть вот рубрика Как раз-таки посвящённая вот этому формату ВИЭЙЧЭС И многие увлекаются ребята Очень многие ребята увлекаются На Ютубе кассетами, коллекционированием Там коллекционируют черепашки ниндзя Те же они довольно дорого сейчас стоят Сколько там было кассет 20 с чем-то выпусков ВИЭЙЧЭС кассет с черепашками ниндзя Кто-то определённые жанры там собирает И, в принципе, каждый находит что-то своё ВИЭЙЧЭС Например, вот те же там старые переводы Какие-то фильмы вот на тех же кассетах Можно найти Ну вот, к примеру, вот такие вот Кассеты, когда это вот Скажем так, пиратские С двумя фильмами На кассетах, как правило Там Е-180, Е-195 Е-240 даже такие кассетки были И там по два фильма И какие-то фильмы такие Что уже и не встретишь На просторах сети Либо даже если встретишь Но это надо специально искать А ты уже про них давным-давно забыл В общем-то Кассеты Е-240, кстати Это очень длинная Большое ограбление поезда 79-й год Что за ограбление? Кто бы его знал? И даже вот эти вот кассеты Они же зачастую не всегда лицензионные Какие-то есть лицензионные Какие-то просто вот Хорошая там пиратка Какая-то региональная лицензия Вот эта вот вся реклама в начале Идущая тоже Которая показывает вам Какие фильмы есть И вы такие фильмы уже давным-давно не помните Она есть Вот включаешь кассету И там в начале 5-10 фильмов рекламируется Пока кино не начнется Переводы интересные Также вот на таких кассетах Можно тоже найти Вот какую-то лютую дичь Но она будет забавная Кто-то там эротику Например на таких кассетах Собирает Которая эротика там была С сюжетами Прежде чем начало сцены эротической Так или иначе Целый сюжет Целая история Тоже любопытно посмотреть Тоже на VHS встречается На этом формате И в принципе он мне всегда радовал Как вы знаете Формат этот И я вот Давно уже давно Хотел приобщиться Во-вторых Смотреть на стримах Во-первых Я собираюсь это все Я уже посмотрел Несколько Кассеток на стримах На Boosty Но бесплатно В принципе вы можете На тот же Boosty мой Подписаться Плюс в связи Со всеми вот этими Событиями с YouTube Так или иначе Ролики будут дублироваться На Boosty тоже Какие-то дополнительные Будут ролики на Boosty Ну и плюсы Основные тоже Пока вот если С YouTube что-то будет Тяжело зайти Будет на YouTube То конечно на Boosty будут Но на Boosty будут Просмотры фильмов На VHS Поэтому стоит подписаться Ну и конечно же Там есть поддержка Канала Который вы можете Осуществить И получить бонусы Но это опять же Все по желанию Вот Такие вот истории Ну а вообще В принципе Вот если про YouTube То ролики на YouTube Будут выкладываться В любом случае То есть я найду Способ Поэтому Не переживайте Не беспокойтесь Не потеряемся На YouTube ролики Как выходили Так и будут выходить Есть Различные Способы Как загружать ролики Да и смотреть на YouTube Сейчас все Ее дарят эмоции Дарят эмоции Для кого-то Ностальгию Для кого-то Что-то еще Для меня Для меня в принципе Вкупе дает Любовь к технике Аналоговой Это же все-таки Аналоговая пленка Ну VHS формат Он появился В далекие Там 70-е Года Давным-давным-давно Там компания GVC Этот формат Представила Развивала И так далее И вот это вот Аналоговая лента Аналоговые кассеты Старые записи Вот эти все Старые фильмы Механические устройства В виде видеомагнитофонов Которые это все Крутят Воспроизводят Не просто вот Там поток цифровых байтов Запущенных там Через кинопоиск Или Netflix Тут видик Кассета Нужно ее вставить Прокрутить Там вот эти помехи Которые тоже дают Свой шарм Конечно же Кассетки Причем сейчас Можно Вот купить Там вплоть от Нуля рублей Когда их бесплатно Отдают Там 10, 20, 30 рублей Ну и Некоторые конечно Какие-то редкие издания Они уже могут стоить Довольно дорого Там и 5 тысяч Может какая-нибудь Кассета стоить Абсолютно редкая Но это конечно Уже крайности Но как и с картриджами Денди В принципе это есть Вот Сегодня Расскажу Про видео магнитофоны Которые я себе взял Ну конкретно один Который основной Который будет использоваться В моем сетапе Расскажу Про То как он подключен В принципе И вообще вот про все это Также конечно же Стоит вот Затронуться Ну прежде чем Приступим к магнитофону Про кассеты И вообще форматы Кассетного видео Конечно же Мне интересно Чтобы видеомагнитофон Воспроизводил Весь там Палсиком формат Это наши Кассеты Конечно же Чтобы он Воспроизводил Американские Японские Там и так далее Кассеты Потому что Извините меня Вот допустим У меня есть Стартрек Это кассетка Американская НТС Она Великолепнейшего Качества Но Дело в том Что НТС Формат он другой То есть Там 60 Кадров 60 герц Поэтому НТС Кассеты На любых Видиках Они не запустятся Там даже Видеобарабан Внутри видеомагнитофона Вращается На НТС Видиках С другой Скоростью С большим Количеством Оборотов И Обычный Паловский Видик Но ты его Не подстроишь Под американскую Кассету Так же Как и наоборот Американский Не подстроишь Под Пал Кассету Поэтому Нужно Видик Покупать Мульти Систем Благо В нашей Стране Такие Видики Были Распространены Мульти Систем Вот они Были Как раз Таки Распространены И были А вот Например Если вы Живете В Соединенных Штатах Вот там У меня Друг живет Я помню Давным-давно Как-то Мне писал Говорит Найди Говорит Видик Вот в Америке Мне на eBay Который Поддерживает Вот все Стандартные Можно найти Но это Сложнее Гораздо Было То есть В основном Не было Видиков Которые там Пал Кассеты Воспроизводят А у нас Много Было Что Хорошо А второй Момент Важный Очень Для Видеомагнитофона Особенно Если Вот У вас Может быть Сетап Какой Вот Маленький Старый Телевизор И Видик Тогда Можно И Телевизор Должен Быть Со Стереозвуком И Hi-Fi Стерео Чтобы Вы Понимали Многие Многие Кассеты Лицензионные Имеют Hi-Fi Стереозвук Вот Например Можно Посмотреть Hi-Fi Стерео Это Не Просто Так Это Не Просто Так Причем Тут Еще Написано Что С Батакам И Спи Записано Ну Или Вот Если Вы Возьмете Какие Нибудь Прекрасные Коллекционные Издания По типу Вот Этого Коллекционного Издания Терминатор Который Я на Бусте Уже Смотрел Там Качество Ну И тот же YouTube Shorts Вы Могли Видеть От Меня Недавно Посмотрите Вот Это VHS Вот Это Коллекционка Первая Вторая Часть Терминатора Арт Бук Со Сценами Съемки Как Джеймс Кэмерон Снимал Этот Фильм Постеры Разные Материалы Дополнительные На Кассетах Конечно же Качество Ну Вот Допустим Вот Такого Издания На Хорошем Видике Спокойно Смотрится Даже На OLED Телевизоре С Хорошим Звуком Даже С Басом Вот Зачастую Они Были Вот Кассеты Некоторые Лицензионные Скопированы С Лазерного Диска Естественно Вот Лазерные Диски Про них Тоже Был Видеоролик Вот Например Издание На Лазерных Дисках Терминатор Это Это У нас На Четырех На Четырех Дисках Ну Просто Покажу Что Такой Лазерный Диск Мало Кто Не Видел Это Тоже Аналоговый Видео Формат Который Превосходит По Качеству VHS Но Если У нас Кассетка Очень Хорошая С Hi-Fi Стерео То Она Показывает Плюс Минус Как Лазерный Диск Чуть Похоже Вот Плюс Минус Как Лазерный Диск Но Лазерные Диски Они И стоят Извините Меня Значительно Дороже Плюс Лазерные Диски Они Только За рубежом Были А Кассеты Были У нас Вот Причем Вот Наши Лицензионные Кассеты Особенно В пластиковых Боксах Тоже Зачастую Очень Хороши Но Даже Вот Если Взять Просто Кассетки Неплохие Лицензия С Hi-Fi Стерео Но Опять же Вот Просто Банально Посмотрите Вот Он Hi-Fi Стерео Указано На Кассетке Естественно Вот На Всяких Там Пиратках Вот Таких Вот Зачастую Там Не будет Никакого Стерео И Я вам Скажу Так Разница Разница Колоссальная Если На Кассете Есть Hi-Fi Стерео Все Звук Отличный Объясню В чем Разница Значит Вот Hi-Fi Стерео Это Ну Вот Видеомагнитофоны Большинство У них Моновыход Звука То есть Вот Как обычно Вы привыкли Видеть То Видеосигнал Это Вот Допустим Там Композитный Да Один Провод Значит На Видео И Вот Два Тюльпанчика Ну Два Тюльпанчика Это Когда У вас Стереозвук Когда Мона А большинство Видеомагнитофонов Мона Они Вот У них Два Тюльпанчика Только Подключается Потому что Один Звук Значит Даже если На Видеомагнитофоне Там С монозвуком Скарт Разъем Все Равно Вы Там Стереозвук Из него Не Вытащите Вы Максимум Можете Взять Вот Перемычкой Соединить Там Вот Эти Провода Да И Подключить Какому-то Усилителю И у вас С двух Колонок Будет Один И тот Ж Звук Но Суть Даже Не в том Что У вас Отдельный Левый Правый Канал Видеомагнитофон Воспроизводит Суть Совершенно В другом Изначально Когда VHS Формат Был Ну я вот Сейчас Максимально Кратко Без Всяких Технических Подробностей Появился У него Был звук Вот этот Моно Записанный На Пленку И Качество Его Было Достаточно Посредственное Не очень Хорошее Тихие С Помехами И так Далее И Был Позже Представлен Формат Звука Hi-Fi Стерео Это Отдельная Звуковая Дорожка Записывается На пленку Дублируется Как бы То есть Есть там Звук На таких Кассетах Для Старых Видеомагнитофонов Видеомагнитофонов В том Числе Отдельным Образом Отдельный Формат Звука Для Тех Видеомагнитофонов Которые Поддерживают Hi-Fi Стереозвук И вот Этот Вот Звук Записанный Таким Образом Он По уровню Качества Просто Потрясающий Он По качеству Будет Вот как Бобинные Аудиомагнитофоны Например То есть Очень высокое Качество Там Весь Спектр Частот Там Хорошие Низы Средние Высокие Все Отчетливо Все Без Помех Без Шипения Без Максимально Четкий Чистый Звук Вот Еще В пример Приведу Любой Видеомагнитофон Который Поддерживает Hi-Fi Стерео На БУ рынке Стоит Дороже Потому что Аудиофилы Любители Аналогового Звука Их Покупают Только Для Музыки Вот Допустим Берут Какие-то Композиции На Бобинах На Виниловых Пластинках И Переписывают Эти там Пластинки Бобины Аудио Сиди Диски Там Все что Угодно Переписывают На Эти Видеокассеты И Воспроизводят Слушают На нем Музыку Я вот Мне Включал Тоже Видеомагнитофон Покупал Человек Который Увлекается Музыкой Аналоговой И Он Включил Мне На Своей Системе Кассету Которую Записывал С Пластинки Великолепнейшее Качество И Бас И Все Просто Качество Великолепное Поэтому Такие Магнитофоны С Хай-фай Стереозвуком Они Стоят Очень Дорого А Топ Модели Всякие Хай-энд Бытовые Японские Они Там Могут И Тридцать И Сорок И Пятьдесят Шестьдесят Тысяч Стоит На Авито То же Самое Касается Допустим Профессиональных Видеомагнитофонов Серии АГ Которые Я Один раз Помните Покупал Как-то Сломанный Неисправный Я его Потом Продал Значит Вот Видеомагнитофоны Серии АГ Профессиональные Такие Большие Но Они Огромные Гигантские Тоже Там Хай-фай Стереозвук Есть Поддержка Они В рабочем Состоянии Тоже Очень дорого Стоят От Двадцати Пяти Тридцати Тысяч Дороже Вот Но Такой Вот Средний В хорошем Состоянии Видик Хай-фай Стерео Вот Можешь купить Там За четыре За пять Тысяч Но Прежде чем Продолжим Еще Небольшое Отступление Вот Я вам Показывал Касетку Там написано Записано С Бетакам СП Что Такое Бетакам СП Это конечно Профессиональный Видео Формат Использующийся В телевидении Спросите Что там На телевидении Использовалось Для Записи Хранения Информации То Там Использовался Бетакам Формат Сони И Зачастую Вот Чтобы записать Хорошую Лицензию Брался Исходник Мастер Копия Скажем Так С Касетки Бетакам И это Считалось Ну Это Очень круто Потому что Бетакам Давал Очень Солидное Качество Это вот Такие Большие Кассеты Но есть И форматы Поменьше Конечно Такой Как Бетамакс Похоже Бетамакс Есть Конкурент ВHS В свое Время Был Вот Есть Бетакам Как Бетамакс А есть Вот такой Полноразмерный Вот такие Большие Кассеты По размеру Можете Сравнить С Обычные И Вот На телестудиях Использовали Вот эти Кассеты И тоже На самом деле Я считаю Что можно Их коллекционировать Бывает Встречаются Вот Мне Ходил На Уделку Значит Барахолку На Барахолке Какой-то Дед Продавал Огромное Количество Студийных Записей Там Штук 200-300 Было Вот таких Вот Кассет Каждая Кассета По 50 Рублей И там Разные Фильмы Передачи Какая-то Ерунда Но В основном Там Сразу Выкупил Один Мужик Кассет 50 Наверное С нормальными Фильмами И в итоге Осталась Мне ничего Не досталось Я вот Взял Тут Несколько Просто Для коллекции Для вида Кассет Как бы Так вот Хотелось бы Тоже Собирать На Батакаме Также Если Мы Вот Говорим Про Записи С телевидения Есть Еще Вот Такой Вот Дивиком Тоже Купил Чисто Для Интереса Там Все Интересное Разобрали Какие-то Просто Толи Телесериали То Передачки Вот На Таких Кассетках Тоже На Телевидении Часто Использовались Вот Ну Скажем Так Чтобы Коллекционировать Либо Тот же Дивиком Либо Батакам Можно Но Видик Нужен Профессиональный Хороший В свое время Их можно было Купить Сейчас Тоже Можно Но Дорогие Видики Там В нормальном Состоянии Батакам Видик Но Он Как Минимум Будет Стоить От 15 16 Тысяч А В такое Обслужено Может И 20 25 Там Там Тоже Есть Несколько Разных Моделей Видиков Сони Ну Вот Там 75 Модель 2800 Или 2600 Они Стоят Довольно Прилично Конечно Но У меня Вот Есть По крайней Мере Желание В дальнейшем Может быть Какие-то Кассеты Найти Именно Батакам SP Мастер Копи И Видик Такой Вот Такого Формата Купить В хорошем Состоянии Чтобы он Работал Тоже Это Вот В будущем Есть Такое Желание Коллекционировать Ну И Разные Кассеты Собирать Поэтому Если у вас Есть Вообще В принципе Какие-то Ненужные Вам Кассеты VHS Которые Вы хотели Бы Куда-то Деть И Они Вам Мешают То С радостью Приму В дар Так Сказать Кассетки Если Вам Не Нужны Вот По поводу Этого Можете Написать Мне На Почту Ссылочки Есть В Описании А Я Соответственно Уже Буду Их И Просматривать Возможно Какие-то Дэну Там Подарю Он Тоже Собирает Кассетки А Какие-то Себе Оставлю И Соответственно На стримах Буду Смотреть Поэтому Вот Как-то Так Тоже Собираюсь Ну И В целом Я Собираюсь На Уделку Ходил Покупал Кассеты Единственное Многие Кассеты Оказались Плесневики Тоже Опасная История Такая Вот Большинство Кассет Вот Что я купил За 10 Рублей Значит Вот Кассету Плесневики Сраные Плесень На Видеоплёнке Вот На этой Нету Сейчас Найду Вот Это Вот С плесневиками У нас О С плесневиками Вроде Бы Неплохо Но Опять Живот Посмотрите На Плёнку Тупо Плесневики Плесень Кассеты С плесенью Не очень-то Хорошо Они у меня Хранятся На балконе Но Это Там Либо чистить Ее Либо Один раз Посмотреть И Всё-таки Выбросить Потому что Ну это Испорченные Кассеты Испорченная Плёнка Можно чистить Но Не дело Конечно Это Причём Хранились-то Хорошо То есть Вот Обложечки Всё так Аккуратненько Не Не Измахраченная Ну Как бы Вот Обложка Всё тут Подклеено Было Видно Что Человек Аккуратно Подходил К своей Коллекции Кассет А потом Где-то В каком-то Гараже Хранились Кассеты И всё И с плесенью Пошли Ну Тут у нас И головка Загрязняется У видеомагнитофона И Качество Ухудшается Из-за Всего Этого Ну Вот К сожалению Да и вообще Плесневиков В доме Хранить Нежелательно Так что Такие дела Ладно Перейдём К самим Видеомагнитофонам Вот он Дорогие друзья Видеомагнитофон Sony Который Я себе Купил Модель SLV SE700R Значит Вот такой вот Sony Видак 5000 рублей Относительно Свежий С хай-фай Стереозвуком С поддержкой Что очень важно Было для меня Что Он относительно Свеженький У него уже Даже есть Экранное Миню По настройке Вот И у него Дизайн Хороший Красивый Он довольно Компактный Небольшой Хоть это и Полноразмерный Видеомагнитофон Не видеоплеер Который более маленький Такие Компактные Здесь Смотрите Вот у нас Видео Выход Также Вот в формате С карта Вход Выход Но Использую Вот этот Конечно же Он Мультиформатный Он поддерживает Все системы НТС Пал Секам При этом Переключается Автоматически Вообще Все делает Автоматически Кассету Вставляешь Американскую Он тут же Понимает Что она Американская И переключается В другой формат Очень хороший Видик В хорошем Прекрасном Состоянии Значит Вот такой Вот аппарат Конечно же Чтобы Такой Видик Подключить К современному Телевизору Можно Использовать Разные Способы Можно взять Старый Обычный Китайский Конвертер Там вот Этот С композита На HDMI Можно Подключить К ресиверу У меня Достаточно Солидный Ресивер Denon 8500 У него Тоже есть Аналоговые Входы Которые Он преобразует В HDMI Ну В телевизоре Понятно Нет Уже Композитных Входов Хотя В некоторых Телевизорах Есть Вот Но Если Подключаешь Его Напрямую К ресиверу Он преобразует Смотреть Можно Но Во-первых Когда Перематываешь Там появляется Черный экран На какое-то Время Он Не понимает Вот этот Вот сигнал С перемоткой С видика Паузу Ставишь Тоже Там Бывают Какие-то Глюки И Почему-то Ресивер Вообще Сбоит От этой Паузы И Какой-то Зеленый Экран Начинает Показывать И Потом Вообще Надо Выключать Ресивер И Включать Его Заново Ну То есть Какая-то Ерунда Периодически Происходит И Плюс Не могу Захват Сделать То есть Вот тот Сигнал Который Ресивер Преобразует И В HDMI Выдает Он Не захватывается Моим Ноутбуком Через Карту Эльгата Которая Подключена Вот видите То есть У меня Как Один HDMI Выход Ресивера Идет На телевизор Второй Выход На Вот эту Карту Захвата Которая Подключена К ноутбуку Где я Уже Стримлю И он Не захватывает Но Я сделал Конечно же Все гораздо лучше Потому что Есть Вот такой вот Конвертер Крамер Это потрясающая вещь Это конвертер VP437XL Вот такой Конвертер Крамер Это Свитчер И Скейлер Он Увеличивает Масштабирует Разрешение Видеосигнал Конвертирует Его В цифровой Сигнал То есть Он выводит То есть Принимает Например Аналоговый Видеосигнал С кассеты Обрабатывает Его И Выводит По HDMI Допустим 720p Либо 1080p Как угодно Там 1080p Что угодно Может сделать Вот у него Огромное количество Входов Это Аудио Это Вот С-видео Композит Компонент ВГ И вот Мы можем И вот Выход у него Через HDMI Либо ВГ Есть Но я HDMI Использую И Таким образом Через вот этот Конвертер У меня Видеометрофон Подключен Плюс Этот конвертер Имеет Экранное Меню Настройки Имеет Функцию Чистой Паузы И Очень Хорошо То есть Он Вот этот Конвертер Он Очень Хорошо Работает С аналоговым Видеосигналом Потому что Это Профессиональное Оборудование Которое Предназначено Для этого То есть Чем он Лучше Чем Вот эти Все Китайские Конвертеры С Алиэкспресса Тем Что Это Профессиональное Видео Оборудование Которое Создавалось Именно Для Аналогового Видео Вот Сигнала Зачастую Там С Батакамов С Ну С ВЧС И так Дали С Любых Там Видеосигналов И он Очень Хорошо Справляется С Обработкой Этого Сигнала И Идеально Вот Для того Чтобы Подключить Сюда Видик И захватывать Его Либо там Оцифровку Делать Видеокассеты Если вам Это нужно Также В принципе Есть Вариант Это Взять ТВ-тюнер Бихолдер Подключить Его К своему Компьютеру Подключить Туда Видеомагнитофон И Тоже Будет Довольно Хорошо То есть Это Очень Хороший Формат Вариант Для Оцифровки Видеопленки Если вам Это нужно То есть ТВ-тюнер Бихолдер Поэтому Мы Переходим Еще К одному Видику Который Мне Подарил Человек Я Вам Просто Распаковка Анбоксинг Считай Нового Видеомагнитофона Видик Он Вообще Новый Видеоплеер Можно Сказать Вот Это Американский Magnavox Видеокассет Рекордер Вот В принципе Он Для НТС Кассет Значит Он Абсолютно Новый Тут Я Его Уже Пленку Просто Снял А так Он Вообще Никогда Не Использовался Классный Видик Вот Такой Крутой У него Пульт Вот Пульт От этого Magnavox Смотрите Какой Пульт Ара А у Этого У Сони Пультик Вот Такой Кстати Вот Это От Сонки Пультик Вот У Сонки Вот Такая Крышечка Еще Открывается Причем Соневский Пульт Еще Может Телеком Управлять Видите Тут Переключатель Такой Ну И Сони Поновее Поэтому У него Тут И меню Есть Вот И Органы Управления Более Современные То есть Навигация Вот Это Вверх Влево Вправо Вниз Тут Такого Нет Потому Что Видит Более Старый Вот И Значит Вот Этот Видеоплеер Magnavox Ну Это В принципе Он Просто Лежит У меня На Хранении Но Он Говорю Это Новый Видик Просто Новый С хранения Вот Он Посмотрите Какой Красавец Капсула Времени Считай Для Американского Телевидения Ну Тоже Красивый Такой Довольно Вот Ну Трехголовочный Сони Четырехголовочный Это Три головки У него Ну Тоже Неплохо На самом деле Просто Новенький Офигенный Видик С прозрачной Крышечкой Вот Допустим Здесь У нас Вот Так Вот Выглядит Это И Обратите Внимание Чем Отличается Американский Видак У него Вот Эти Вот Вот Такие Вот Разъемы Подключения Антенны Винтовые И плюс Вот эти Тоже Завинчивающиеся Не как У нас Антенна Видите Подключается Совсем Другое Подключение Антенны У него В комплекте Идут Антенны Либо Вот Такими Вариантом Подключается На Американских Старых Телевизорах Тоже Вот Так Вот Подбол Было Либо Вот Такими Завинчивающимися Ну и Композитный Видео Выход Вот он Кстати Видите Стандартный Видео Выход Композитный Когда Нету Хайфай Стерео Видео Тогда Просто Вот так Два Тюльпанчика Скарда Нет Потому Что Это Американский Видео Поэтому Здесь Естественно Нет Скарт Выхода И Он На 120 Вольт То То есть Это Америка Его Только Через Понижающий Трансформатор 120 Вольт 60 Гц Но То Что 60 Гц Можно И К 50 Гц Подключить Ничего Не Случится С ним Но Понижайку Естественно Трансформатор Понижающий Ему Нужен Чтобы Его Использовать С нашими Резетками Вот Его Никто Никогда Еще Не Включал Я Его По-моему Даже Не Включал Ни Разу Вот Вот Такой Вот Видачок Обалденный Самое Знаете Что Классное Вот В этом Видике Это Запах Это Это Не Передать Это Кайф Запах Пластика Вот Этого Старого Ох Божечки Это Очень Это Очень Круто Это Прям Капсула Времени Нет Этот Видик Вообще В моей Коллекции Новый Видик Я его Так И Храню В коробке У себя Хотя Может В каком То Варианте Я Его Подключу Там Можно Кассеты Перематывать Новая Механика Новый Видеомагнитофон Тоже Можно Подключить Там Понижающий Транс Есть Но В целом В целом Мне Конечно Достаточно Вот Этого Видика Сони Потому Что Он Все Делает Все Кассеты Воспроизводит Идеальный По сути Аппарат Идеальный Единственное Что я Заметил Это Некоторые Кассетки Вот такие С плесневиками Особенно Старые Он Бывает Их Не Доматывает До Конца Почему Почему То есть Он Начинает Перематывать И Оставляет Какую-то Часть Недомотанной До Конца Почему-то Он Считает Что он Кассету Перемотал Уже То же Самое Вперед Вот У него Есть Вот Эта Фигня Что он Не Может Домотать Ее До Конца А Какие-то Кассеты В Хорошем Состоянии Он Перематывает Нормально Вот Вот Такая Особенность Что я Заметил И Вам Покажу Итак Друзья Вот Я Показываю Как У меня Все Здесь Подключено Вот Подключено Естественно Вот Он Сам Видеомагнитофон Установлен Подключен К крамеру На крамере Включен Вот Этот Выход Опять Менюшка Крамера Если Мы Ее Запустим Вот Она Здесь У У Установки Можно Вот На Этих Мониторах Показать И Контрастность Яркость Картинка Формат Этой Картинки То есть Можно 4х3 Сделать Через Крамер Можно Здесь Сделать 4х3 В ОБС Можно Тоже Отрегулировать Цвета Сжать Картинку Как Угодно Также Она Выводится На Этот Монитор Это Уже Через Карту Захвата К ноутбуку Все Подключено Чтобы Стримить Вот Второй Провод Так Смотрите Видик Подключен К крамеру Крамер Дает Свою Обработку Ну Вот Например Да И Здесь Есть Формат Сайз Да Вот Я Буду Показывать Просто Вот На Экране Этого Компьютера Вот Мы Берем Идем Вот Сюда Где Сайз Нажимаем Овер Скан Андер Литер Бокс Вот У нас 4х3 Фул Я Оставляю И Уже Настраиваю На Телевизор Как Не Надо И Настраиваю В программе ОБС Как Не Надо Сжимая Ее Для Стрима Вот Это Меню Это Меню Собственно Самого Видика Вот Часы Таймер Возврат Опции Есть Опция 1 Немножечко Тут Есть Разных Опций Вот Эта Функция Это Немножечко Она Убирает Шум Она Стоит На Норму В целом Вот Такая Функция Удаления Шумов Она Есть И Конечно Еще На Крамере Тоже Потому Что На Крамере Есть Вот Здесь Если Зайти Здесь Есть Настройка И Вот Здесь Есть Тоже Вот Эта Функция Разная Color Фильтр Noise Вот Этот Вот Reduction Это Все Настройки Удаления Шумов Плюс Это Есть На Телевизоре Плюс Это Еще Может Делать Ресивер Короче Горяйте Шум И Она Ну Еще Конечно Здесь Через Убс Я Могу Эти Шум Подубирать В целом Много Всего Ну И Вот Сейчас Это Вот Так Запущен Давайте Просто Для Примера Включу Кассетку Вот Обычно Вот Так Все Стоит Кассетку Вставляем Тут Красивая Такая Менюшка С Анимацией Движения Ленты Вот Все Видик Переключился В нужный Формат И Вот Посмотрите Качество И Вот Так Вот Оно Показывает Единственное Смотреть Конечно Я На Телевизоре Делаю Вот Так Все У нас Правильный Формат Хорошее Качество Здесь Я Просто Тоже Сжимаю Чтобы У вас На стриме Было Не Растянуто Но В остальном Соответственно Вот Так И Что Удобно Я Когда Мотаю У меня Картинка Не Останавливается Все Идет Если На ресивер Подключить То Будет Черный Экран Мотаться Здесь Все Хорошо Вот Пожалуйста В общем Чтобы Вы понимали Качество Картинки Потрясающее Потрясающее Что Звука Ну Опять же Стереозвук Когда Если Включим Конечно Не Стереозвук То Такого Качества Мы Не Получим Но Если Включить Кассетку Вот С плесневиками Немножко Она Ну Если Ее Опять же Открыть То В принципе Ну Даже Пленка Грязная Я Даже Не Хочу Вставлять В этот Видик Ее Но Вот Смотрите Кассета С плесневиками Вот Ее Видик Вставлять Нежелательно Вот Ее Видно Что Она Грязная И Вот Поэтому Вот Такие Кассеты Я Их Даже Не Хочу Особо Вставлять Вот Эти Кассеты С плесневиками В этот Видик Он Очень Хороший Для Их Надо Купить Какой То Дешевый Видеомагнитофон Рублей За 500 Чтобы Вот Эти Вот Кассетки Смотреть Плесневики Плесневиков Потому Что Этот Не Посмотришь Вот И Почти Все Ну Вот Посмотри Чертовы Плесневики Вот Они Чертовы Плесневики Вроде Бо И Кассета Хорошая Вот Такая Опять же Чертовы Плесневики Но Тут Хотя Бо Поменьше И Вот Здесь Пленка Чистая Вот Эту Можем Вставить Вот Она Будет Без Hi-Fi Стерео Просто Посмотрите Качество Как Отличается Эта Пиратка Сейчас Она Включится Ну Она Видеомагнитофону Не навредит Там Пленка Чистая Ну Вот Стелика Записана Качество Совсем Не то И Звук Тихий Такой Если Его Прибавить Он Такой С шипением Будет Вот С таким Характерным Такой Шипящий Звук Вот С шипением Ужас Ужасный Звук Картинка В принципе Смотреть Можно Но Он Плохой Просто Этот Видик Он Очень Хороший Он Все Показывает Неплохо Но Вот Этот Звук Отвратный Поэтому Смотрите Покупайте Кассеты Кассеты Покупайте Только С Hi-Fi Стереозвуком Только С Hi-Fi Стереозвуком И Покупайте Видики Именно Hi-Fi Стерео Желательно Если Уже У вас Старый Сетап Со Старым Теликом Окей Можно Покупать Кассеты Без Hi-Fi Стерео Вот Но Если У вас Хороший Видик Смотрите Чтоб На Кассете Было Написано Hi-Fi Стереозвук И Тогда Будет Вам Счастье Вот Эти Конечно Пиратки Плесневички Так Себе Ну А на Это Дорогие Друзья Все Всем Спасибо За Внимание Всем Пока До Скорых Встреч Удачи Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Дальше Я буду Снимать Видео Про Лазер Диски Про Лазер Диск Плеер Про Проигрыватель Блю Рей Потому Что Конечно Мы Коллекционируем И DVD А как Без DVD Извините Меня Серьезный Формат До Сих Пор Можно Спокойно Смотреть Там Очень Крутые Меню Который Создает DVD Диск Это Блю Рей Это Блю Рей Очень Серьезный Формат Ультра HD 4K Менее Серьезный На самом Деле Есть Куча Проблем С Самым Последним Ультра HD 4K Но Так И И И Конечно Для Блю Рей У Меня LX 91 Pioneer Про Него Давно Надо Снять Видео Я Конечно Это Сделаю Ладно Все Всем Пока